1 час 18 минут назад была от Сергея получена клинковая бритва французского производства наряженная вот в такую нарядную оправу, выполненную из древесины с металлическим клинышком с латунными же заклепками. Задача была по ней бритву заточить. Хотел бы буквально на секундочку остановиться на особенностях оправ, в частности оправ деревянных и сразу должен отметить мое к ним за крайне редким исключением отношениям скептическим. Строится оно на двух моментах. Момент номер раз. Поскольку дерево очень хорошо держит в себе влагу, в отличие от материалов синтетических либо материалов натуральных типа рог, кость, бивень, дерево в себе очень долго держит влагу. Эта бритва не стала исключением, поскольку вот сюда попадала водичка. Вот эти все места, то есть района севого, были уже подвержены ржавчине. Я, естественно, в целях поддержания рабочей эстетики все это дело прибрал, но владельцу Сергею это на заметку для того, чтобы основательно следить. И второй достаточно-таки серьезный момент, поэтому я сказал за очень редким исключением. Любая древесина, она менее, скажем так, менее противостоит, или, скажем так, более или менее длительное время, прошу простить, мысли путаются. Одним словом, она однозначно и значительно мягче, чем пин, который скрепляет в ней клинок. Даже если речь идет о пине, выполненном из относительно мягкого материала, другими словами, латун. Очень часто и устро, но здесь выполнено, здесь, если я правильно понимаю, шайб нет, это просто пин расклепанный, здесь чуть лучше. А вообще-то, в любом случае, этот пин со временем проваливается, и бритва теряет свою плотность, плотность открытия-закрытия. Данное же конкретное право, и это опять же-таки слова предостережения, направленные исключительно в сторону законного владельца Сергей. Вот я, когда эту бритву получил, естественно, я ее сразу осмотрел, и это все я сразу заметил. Поскольку опыт, эта штука такая изначально, как бы это странно ни звучало, со знаком отрицательным, вот бритва приехала, я на нее внимательно посмотрел, так бы вроде все ничего, но она приехала в состоянии вот в таком. Вы видите, что творится? Вот эта торчащая пяточка настолько умело и легко вас порежет, и вам это будет так больно, но буквально секундочки через две, и когда это уже произойдет, кричать «Ай!» будет уже поздновато. Поэтому, если оправа была выполнена, в общем-то, к ней особо претензий нет. Аккуратно выполненная вещь, очень красивая древесина, типа венги, вероятно. Ну, какая-то такая благородная древесина. Смотрится классно, вопросов нет. Но! Кривизна оправы, поскольку оправа это обрабатывалось, ну, как-то серьезно, это, наверное, не вручную, потому что исполнение очень хорошее, придраться не к чему. Но! вот эта кривизна ее, искривление, оно не совсем соответствует форме клинка. Поэтому я вас прошу очень аккуратно за этим следить. Никакая оправа не стоит даже крошечного пореза. Потому что я за вас уже в свое время пострадал. Поэтому я, как человек, в этом плане имеющий уже опыт, я просто вас от этого предостерегаю. Можно, конечно, сюда, как вариант, вот сюда, в эту часть, влепить еще один пин. Там внутри оформить ему такую боночку. И бритва будет в эту боночку, на эту боночку, скажем так, присаживаться и дальше никуда не двигаться. Вариант для рассмотрения очень хороший. Но, опять же таки, отталкиваясь от того, что это древесина, крайне велик шанс того, что вы ее просто расколете. Вот этим мне древесина и, в общем-то, не нравится. А у нас, тем временем, это изделие тьерских мастеров. Классическая французская бритва. Я, естественно, вот в этих местах и в этом месте, и здесь настолько-настолько это было возможно, поскольку такие уже коррозионные очажки потемнение, а с этого все начинается, уже имели место быть в полном объеме. Поэтому еще раз хотел бы предупредить и попросить, и сообщить о том, что бритву мокрыми руками естественно, можно ей пользоваться как угодно. Она может полоскаться в ванной, может в раковину опускаться с водой, может там находиться. Это, в принципе, если использовать ее функции утилитарной и ничего более, тогда можно об этом не переживать. Но если эта вещь рабочая, если она заслужила ваше доверие, ваше хорошее к ней отношение, тогда имеет смысл естественно, уделить чуточку внимания тому, чтобы она максимально в возможное время оставалась, в общем-то, в первозданном виде. Что есть первозданный вид? Первозданный вид это чистый металл без коррозионных очагов. В данном случае на клинке все красиво, все отлично, поскольку отсюда влагу истерить гораздо проще. А сюда, по большому-то счету, как я всегда и советую, влага попадать не должна, в принципе. Поэтому я прошу вас, следите. Бритва в данном случае предварительно, естественно, она была обеззаражена. Вот опять же таки, вы видите, вот это ой, хорошо будет резать. Помню по себе, так как-то я аж аж понравилось. Но только потом. Заживают такие порезы, конечно быстро, поскольку края настолько ровные, любой микротомный нож, наверное, этому позавидует. Но, шутки шутками, я вас прошу, берегите руки, новые в магазине так просто, ни пойди, ни купить. Поэтому, руки в любом случае дороже. У меня же на этом все. Я еще сегодня поспеваю отправить бритву назад в родные пенаты, чему я исключительно рад. С вами надолго, надеюсь, не прощаемся. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова